Всем привет! Ну что, нелегкая учеба? Как я вас понимаю, сам через это прошел. Но в мои годы не было виртуальных учителей и кратких пересказов. Приходилось все читать целиком. Может, поэтому я так хорошо знаю литературу. Но у вас есть канал ladle.ru, который значительно сэкономит вам нервы и силы. А, кстати, и время. Сегодня у нас по списку герой, которого сложно назвать героем. Об этом даже сам Лермонтов в предисловии писал. Типа, надоело мне писать про сахарных типов. Вот вам печорин и ешьте его с кашей. Ну, попробуем разобраться с этим героем нашего времени. Сегодня вы узнаете, сколько девчонок сохли по Гришке Печорину, сколько из них погибло в адских муках, кто такой карагез и как это переводится. Лермонтов в этой книжке навертел такой компот, что ваш мозг будет судорожно пытаться сплести это в единый сюжет. Но делать это бесполезно, потому что невозможно. Никакого единого сюжета тут нет. Это просто истории из жизни молодого мажорика Печорина, который вместо того, чтобы о воинской службе думать, распустил свои хипстерские усишки и думал о барышнях, стараясь не пропустить ни одной. Роман можно было бы назвать Гришкины Гришки или Печорин головного мозга. Рассказ начинается с пожилого дядьки Максима Максимовича, который рассказывает какому-то левому мужику про Гришку Печорина и его похождения. Что ж, давайте и мы послушаем этот увлекательный рассказ. Этот Максим Максимович был воеводой в крепости, а Печорин приперся отдать долг родине и служить под его чутким руководством. Но почему-то ему было очень скучно служить. Телек не работает, приставки нету, дискотеки по вечерам не проводят. Ходит Печорин из угла в угол, штукатурку пальцем ковыряет. Максиму Максимовичу почему-то стало жалко этого бездельника, и вместо того, чтобы заставить его зубной щеткой крепость драйвить, он позвал его в гости к черкесскому князю. А к кому еще звать-то? Не к Тамаре же Гверцители, которая живет в двух кварталах оттуда. Конечно, к князю. Да еще на свадьбу его старшей дочери. Максимович, к сожалению, не знал, что Гришке категорически нельзя показывать женщин. Потому что они своим видом приводят его в гормональную систему, в ярусный дисбаланс. И от этого Печорин становится совершенно неуправляемым. Печорин усы растопырил, сапоги салом натер и весь наочищенный, как медный чайник, направился гушбанить на свадьбе. Старшую дочку князя он трогать побоялся, тем более у нее свадьба. И рядом жених с кинжалем сидит. А вот младшую сам бог велел. Звали ее Белла. Гриня узнал, что Белкин брат Азамат очень хочет коня черного, как арабская ночь. А конь этот принадлежит мужику по имени Казбич, который тоже черный, как его конь. И тогда Гришка просит Азамата украсть его сестру и доставить в крепость. А взамен за этот благородный поступок Печорин обещает тиснуть у Казбича его коня. Коня, кстати, зовут карагез. Если вы изучаете турецкий или татарский язык, то легко сможете перевести это имя на русский. Кара – это черный, гез или фюс – глаза. Короче, зовут коня Черногласкин. Казбич настолько любит своего коня, что готов любому откусить ухо, как только на шаг приблизится к его драгоценности. Долболубый Азаматка послушался, сестру замотал в ковер и Печорину в комнату поставил. Печорин отвлек Казбича и Азаматка спер его коня. Казбич репу три дня чесал и никак не мог догадаться, а кто это сделал? Ай-яй-яй. Пошел и убил черкесского князя, потому что попался под горячую руку. И вообще подозрительный князь. И его коня забрал. Печорин Белку из ковра размотал около окошка, посадил рядом с геранью, ходит вокруг нее, любуется, но потом ему скучно стало вокруг нее ходить. И стал он из крепости часто уезжать. То на рыбалку, то на охоту, то просто в кино. А Белка сидит, штукатурку пальцем ковыряет. Видит, что Казбич скачет на отцовском коне. Она сразу все поняла и стала его сильно бояться. И правильно боялась, потому что кровожадный Казбич увидел, что в крепости никого нет. Белку схватил и опять в ковер замотал и ножом ткнул. Видимо, решил до конца за коня отомстить. Подумал, что два трупа это нормальная цена. И в горы ускакал. Печорин с Максимычем приезжают, а девчонка уже на собственных крыльях к облакам летит. Максимыч поплакал немножко, Печорин его по плечу похлопал и уехал в Грузию службу продолжать. На этом одна из историй заканчивается. И начинается другая. Произошла она на курорте Краснодарского края, а именно в городе Тамань. Печорин называет город дырой и жалуется, что его поселили в стремную хату на берегу моря. Знал бы он, почем сдают сейчас отдыхающим такие хаты, молчал бы в тряпочку. В доме жил слепой мальчик, и почему-то именно он не давал Печорину покоя. Мальчик ночью куда-то свалил, а Печорин стал его выслеживать. Видимо, потому что там настолько скучно было, что больше делать нечего. Было как за слепыми пацанами следить. Оказалось, что мальчишка на берегу встретился с девчонкой Ундиной. Они дождались какого-то мужика и забрали у него груз. Это была контрабанда. Что за товар был в мешках, непонятно. Может, мухоморы сушеные или биткоины. Утром Печорин докопался до пацана, но тот наплел, что лунатик. И просто гулял под луной, типа, ничего не помнит. А сам девчонке все рассказал. Ундинка Печорину глазки построила и пригласила ночью на лодке покататься. Печорин, ясное дело, согласился, не станет же он красивую девчонку упускать. Едут они в лодке. Печорин анекдоты дурацкие рассказывает. А Ундинка хрясиво веслом по башке, а вернее по щам. И хотела в море скинуть, как нежелательного свидетеля. Но молодой офицер, конечно же, оказался сильнее хрупкой девушки. И, недолго думая, перекинул ее за борт. Судя по всему, в середине 19 века человеческая жизнь стоила не больше, чем вешалка из фикс-прайса. Ну как офицер мог девчонке, девчонку в море спихнуть? Ну, припугнул бы и достаточно. Топить-то зачем? Хорошо, что Ундинка плавать умела и по-быстрому уплыла в сторону Турции. Больше ее никто не видел. А Печорин через пять минут забыл про это приключение и в другой город уехал. Ах да, еще пацан у него украл ножик, книжку и еще какую-то фигню. Но это уже не важно. Вторая история закончилась. И началась следующее. Отдыхает Печорин наш в Пятийгорске, водичку минеральную пьет, муси щеткой расчетывает и встречает он там давнего кореша Грушницкого. Его имени в романе нет, даже не ищите. Стоят они вдвоем, разговаривают, а мимо них прогуливаются две кружевные индюшки. Княгиня Лиговская и ее дочка Мэри. Грушницкий густо покраснел и сообщил Печорину, что вот-вот уже три дня он адски влюблен в молоденькую книжну. Печорин ржет и зачем-то троллит Грушницкого. А дальше вы узнаете секреты пика по середине девятнадцатого века. Парни, запоминаете, как надо кадрить барышень по рецепту Печорина. Он просто мастер в этом деле. Девчонки, вы тоже запоминаете, чтобы не поддаться на такую удочку. Мы же с вами помним, что Григорий барышень не упускает и тщательно коллекционирует. Несмотря на вздохи Грушницкого, Печорин решает внести княжну в свой список покоренных женщин. Печорин и начинает за ней страстно ухаживать. А именно, игнорит на прогулках, собирает у себя всех ее ухажеров и играет в карты. А когда Мэри и мамаша терлись в магазине с коврами и княжна упрашивала мамку купить ей коврик, Печорин переплатил сорок рублей и перед носом у девчонки перекупил ковер, который, по сути, ему нафиг не нужен. Просто хотелось позлить. Княжна копытом землю бьет, а Печорин гогочит и наслаждается своим мастерством обольстителя. А потом еще и лошадь свою этим ковром накрыл и вводил мимо окон княжны. Подлец. Грушницкий продолжает вздыхать и пьет по три ведра минералки, чтобы хоть как-то переключить внимание с сердца на мочевой пузырь. Печорин продолжает неистово издеваться над другом и сочиняет байки о том, что Мэри подинамит Грушницкого, а замуж выйдет за дурака какого-нибудь, которого ей мамка сосватает. Грушницкий плачет минеральными слезами, но продолжает терпеть Гришкины выходки. Самое интересное, что пикап Печорина сработал. Мэри перестала обращать внимание на романтичного Грушницкого с глазами олененка и переключилась на сатану Печорина. Еще один любопытный факт. Доктор Вернер, который работал в санатории, сообщил Гришке, что к княжне приехала какая-то чахоточная девчонка с родинкой на щеке. Печорин поперхнулся минералкой и понял, что это его бывшая. Через недельку на аллее сада они все-таки столкнулись. Девчонку звали Вера. Пару лет назад она крутила роман с Гриней, хотя была на этот момент замужем. Сейчас она снова замужем, но Гришка решил не упускать момента и засосался с чахоточной прямо посреди сада. Вера оказалась родственницей Лиговских. Она поволокла Печорина знакомиться с княгиней и княжной. На балу Печорин хапнул княжну Мэри в охапку и вальсировал с ней, пока она не взмолилась о пощаде. Потом отогнал от нее пьяного офицера, за что заслужил ее первый благосклонный взгляд. Мэри вдруг решила, что не так страшен черт, как его описывает Грушницкий, и начала бесповоротно влюбляться в Гришку, которому, по сути, она нафиг не нужна. Тюфя Грушницкий уверен в том, что княжна влюблена именно в него. По этому случаю он густо душится одеколоном и переодевается в новенький тугой офицерский мундирчик, в котором выглядит как попугай. Печорин тихо хихикает свои хипстерские усики и продолжает пикапить. Вера заметила неладное и поняла, что Печорин мутит и с ней, и с мерзкой княжной. Но так как Верка задумалась вскоре помирать от чахотки, она берет с Печорина клятву, что тот не женится на кружевной дочурке. Печорин яростно кипывает, проводит с Веркой ночи напролет, а сам продолжает шастать в гости к Лиговским. Грушницкий, наконец, тоже смекнул, что княжна по уши втрескалась в сатану. Измученная любовью княжна то плачет, то смеялся, напоминая припадушную Печорин, то целует ее, то отталкивает, чем еще больше заводит. А когда княжна ночью рыдает в подушку, Гришка полирует свои рога и пляшет от радости, размахивая хвостом с кисточкой. А сейчас будет вообще все очень интересно, как в кино. Как вы думаете, чем закончился биф Гришки и Грушницкого? Может, они устроят махач на пустыре или наоборот помирятся? Женится кто-нибудь на княжне Мэри или она в речку от горя кинется? А также узнаете, какие мутки задумали парни, чтобы грохнуть Гришку и остаться чистенькими. Печорин ночью уехал на коне и увидел, что в одном из домов происходит пирушка. Он притаился у окна и подслушал. Какой-то нетрезвый дядька кричал, что Печорина надо проучить. Типа пусть Грушницкий позовет его на дуэль, а пули в пистолеты мы не зарядим. Это дико повеселило хмельную компанию, хотя в чем прикол, непонятно. Ну, ок, пули не зарядят и что, типа пранк такой. Короче, Печорин все слышал и на цыпочках побежал домой замышлять очередной дьявольский план. Потом они сцепились с Грушницким и пацанами в каком-то трактире и назначили дуэль. Проныра Вернер доложил Гришке, что пацаны планы поменяли и все-таки хотят зарядить один пистолет. Причем этот пистолет Грушницкого. Печорин люто обиделся и стал думать, как отомстить бывшему другу. Парни собрались на рассвете. Придумали, что надо стоять на краю обрыва, чтобы, если что, скосить трупак на несчастный случай. Грушницкий стрелял первым. Но с перепугу не попал, а только чиркнул Гришке по колену. Потом Гриня гордо проверил пистолет и заявил, что он не заряжен. И следует его перезарядить, чтобы все по чесноку было. Парни покраснели, стали мычать, что, типа, это ошибочка вышла. Но пистик зарядили. Грушницкий понял, что жить ему осталось секунд 30. Печорин произнес пламенную речь, выстрелил и завалил Грушницкого на гуха. Слухи бегут по городу быстрее пули. Грушницкий еще остыть не успел, а муж Веркин уже знал про дуэль. Верка плачет, кричит, что это и они из-за нее стрелялись. Муж чемодан Веркин схватил, пихнул ее в карету и увез куда-то подальше от Печорина. Мэри тоже плачет, кричит, что Гришка из-за нее стрелялся. Маменька схватила Гришку за шиворот и говорит, женись давай на Маруське. А Печорин сказал, мерси большое, но мне это не интересно. Забрал свою бритву, зубную щетку, носки и уехал в другой город служить. И забыл об этих бабах, как свой гороскоп за прошлую неделю. Это была самая интересная история. Но это еще не все. Осталась еще одна, еще тупее, чем про слепого пацана. Печорина занесло в казачью станицу. Там они с казаками нахлестали спиртного и стали рассуждать о высоком. А именно, прописана ли судьба человеку. Типа, если суждено умереть сегодня, то обязательно кирпич на башку упадет. И все равно помрешь. А если не прописано, то даже пуля не возьмет. И тогда один поручик по имени Вулич по синей кочерге решил доказать эту небесную теорему. Взял пистолет и шмальнул себе в лоб. Пистолет дал осечку. А хитрый Печорин посмотрел на него третьим глазом и произрек, что Вулич сегодня все равно даст дуба. Казаки поржали и домой пошли. А ночью у одного из мужиков случилась белочка. Встал он по двору шашкой, шашкой гонять, рубить свиней. Короче, жесть. Бесы его, видимо, сильно крутили. И он перепутал мимо идущего Вулича с хавродьей и рубанул насперть. Мужики сбежались. Хотят казака скрутить и в тюрьму увезти. Но тот орет и не дается. Заперся в хате, дверь шкафом припер и иконы из окна выбрасывает. И тогда храбрый Печорин сказал, что у него в судьбе не прописано сегодня умирать. И в окошко полез. Ему курчат. Дурак, ты куда? Зарубит он тебя. Но Печорин казака ловко скрутил и сдал в полицию. На этом роман «Хвала небесам» закончился. Кстати говоря, Максимыч поведал, что Гришка с таким характером долго не прожил. И отбыл в царствие небесное в 28 лет. По причине неизвестной болезни. Литературные критики любят говорить, что в романе затронуты важнейшие жизненные проблемы бытия. Человека на земле. Любови, предназначения личности, судьбы. На самом деле ничего такого не затронуто. И пусть в меня полетят камни и тухлые помидоры. Я думаю, что это истории про молодого придурка, который только и делает, что испытывая судьбу, совершенно не умеет любить. У друзей уводит любимых девок и плюет на всех вышеперечисленных с высокой горы. Слово скука буквально повторяется на каждой странице. И можно сделать вывод, что Печорин все это творит только потому, что ему совершенно нечем больше заняться. Он может либо кадрить кого-нибудь, либо стрелять в кого-нибудь. Вот и вся развлекуха. Жалости герою того времени у меня нет. И не грамма, между прочим. Потому что он ничего хорошего не сделал. Ну, разве что пьяного казака помог скрутить. Но там и без него, если честно, справились бы стопудово. Три человека из-за него померли. Три человека. Черкесский князь, его дочь Белла и бедняга Грушницкий. Слепого мальчишку и его бабку оставил без заработка. Верка и Мэри получили тяжелую психологическую травму на всю жизнь. Бедолага Максимович намучился с этим повесой, как с малым детем. Хорошо, что у нас интернет есть, кино и телевидение. Потому что молодым людям есть чем заняться. А то бы до сих пор пули в лоб себе пускали и не знали бы, куда адреналин стравить. Это был Лид Прогон и канал Ледл.ру. И помните, книга – самое лучшее средство от скуки. Любите литературу. Ну и до свидейро.